Все началось 45 лет назад с программы «Интеркосмос», благодаря которой на орбите побывали космонавты из дружественных Советскому Союзу стран – Чехословакии, Польши, Кубы и даже Монголия. Тогда в странах соцлагеря русский язык изучали со школьной скамьи. Никогда не бывает так, чтобы я не вспомнил про нас с Алексеем Губарем, про наш полет, про дружбу, про сотрудничество, про прекрасное время, которое мы провели, как сегодня кажется, хотя тогда было трудновато. В 1995 году Норман Таггард стал первым американцем, полетевшим в космос на российском корабле. А русский язык стал обязательным в подготовке астронавтов. Астронавту НАСА Майклу Финку повезло. Еще в 90-х он по программе обмена студентами защитил диплом в МАИ. Там и заговорил по-русски. Я думаю, что если человек знает много язык, это лучше, что мы, это связь лучше, и мы можем работать вместе. И это мое счастье, что я работаю с российскими коллегами и на Земле, и в космосе. Однако многим астронавтам языковой практики в Центре подготовки космонавтов не хватало. А в Америке занятий по-русскому не проводилось. Самое сложное для меня было русский язык, к сожалению. Вообще все трудно, но грамматика совсем другая, чем английский язык. Это трудно. Однажды астронавт НАСА приобрел у себя на родине аудиокассету, которая должна была научить его основам русского литературного языка. Так ему сказали. Американец послушал кассету, но понял не все. Да и толкования большинства терминов в словарях не нашлось. Я говорю, слушай, ты что-то не ту кассету взял, ты где его нашел? Такого литературного русского языка в России не сыщешь. Оказалось, астронавт купил аудиозапись с русским матом и хотел приветствовать российских космонавтов во время стыковки шаттла с МКС на языке Пушкина и Гагарина. Сюрприза, который мог вылиться в международный скандал, не получилось. А что касается, если к французам обратиться, все они русский язык знают прекрасно. У некоторых даже жены русские. Это моя скафанда. Я использую это, когда мы идем в космосе. Русский язык лучше всего изучать в семье, полагают некоторые астронавты. Так решил и итальянец Пауло Несполе. При подготовке к полету в звездном городке он познакомился с Александрой Ябовой и предложил ей свое сердце. Когда не хватает слов, супругам помогает язык жестов. У нас есть знак потрясающий. Мы научились его показывать все. Мы учим Софию языку жестов. И мы узнали этот язык. Жест. Я тебя люблю. Я тебя люблю. После завершения программы шаттлов для астронавтов, пересевших на Союзы, организованы языковые курсы. Отныне астронавты будут учить русский язык не только в подмосковном звездном, но и в центре Джонсона, в Хьюстоне. Космос все чаще говорит по-русски. Привет, привет, Саш. Привет, привет, Саш. Как дела? Очень хорошо. Отлично. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.